Образ Андрея Рублева ляжет в основу памятника палецким иконописцам. На родине лаковые миниатюры решили установить скульптурную композицию. Знак признательности палешанам за сохранение традиции народного промысла. Истоки лаковой миниатюры в иконописи и увековечить художников, прославляющих край, значит отдать им дань уважения. Установить монумент планируется за счет спонсорских средств. Мое личное мнение, конечно, что этот памятник должен быть народным. И все-таки мы будем обращаться к меценатам, спонсорам, через средства массовой информации к жителям района, области, для того, чтобы памятник на самом деле был изготовлен и установлен за счет средств пожертвователей. Вот я думаю, что это будет правильно. В одном из палецких музеев хранится эскиз памятника Андрею Рублеву. Небольшая скульптурная композиция, отлита из металла. Этот памятник – дело рук скульптора Николая Васильевича Дыдыкина, представителя древнего рода палецких иконописцев. После революции художник оказался в Красной Армии, но и там продолжал творить. Совершенно случайно тех красноармейцев, которые умели рисовать, попросили помочь в работе Манезера над памятником. Он был известным скульптором. И так Николай Васильевич, бывший иконописец, получает новую профессию. Он становится учеником скульптора. И это определило всю его дальнейшую жизнь. Большую часть времени Дыдыкин проводил в Ленинграде. Там у него была мастерская, где он создал лучшие свои работы. В том числе и памятник поэту Александру Пушкину, который установлен в Северной столице на Мойке-12. В доме музея Дыдыкина хранится большая гипсовая копия монумента. Он свой памятник подарил любителям общества Пушкина, которые решили установить этот памятник именно во дворе квартиры, последней квартиры Пушкина. Вот. И этот памятник существует. Он также, в общем-то, есть, установлен. Вот. И когда мы приходим туда, приезжаем, то, приходя в это место, мы всегда говорим, что это наш Пушкин. Много работ Николая Дыдыкина разбросано по всей Ивановской области. Памятник Ленину в Палихе, обелиске неизвестному солдату в Кохме, Приволжске и Майдакове. Памятник Левитану в Плёсе тоже выполнен Дыдыкиным. Однако Николай Васильевич занимался не только скульптурой, но и продолжал писать иконы и копировать образы, хранящиеся в музеях. Его, конечно же, привлекла рублёвская троица. Он просил разрешения копировать и троицу в Третьяковской галерее. И работая над троицей, отдельно над каждым ангелом, над какими-то элементами, которые в этой иконе присутствуют, естественно, встал вопрос об авторе, о личности автора этого произведения. И так вот он постепенно подходил к образу Рублёва и посвятил работе над этим образом более 20 лет. Образы Андрея Рублёва Николай Дыдыкин создаёт в разных материалах – дерево, гипс и формах, барельеф, бюст. Уменьшенный вариант памятника Рублёву, который ляжет в основу монумента палецким иконописцам, был создан Дыдыкиным ещё в 1968 году. А после смерти скульптора вместе с другими работами стал частью экспозиции дома-музея. По сути, это памятник Андрею Рублёву. Но в те времена, конечно же, никому в голову не могло прийти поставить памятник иконописцу. И, естественно, это только было в мыслях автора, его личная работа, личные какие-то поиски, никаких заказов, безусловно. Вопрос об установке памятника Полишане обсудили на общественном совете при администрации района. Идея была воспринята с воодушевлением. Предполагаемое место установки – сквер за крестовоздвиженским храмом. Памятник будет в несколько раз больше, чем его эскизный вариант. На стадии обсуждения пока остается вопрос – на постамент какой высоты поставить скульптуру. То есть это все будет прорабатываться, в концепции прорисовывается эскизный проект общий с привязкой к местности. И после этого мы еще раз обсудим уже этот проект и с жителями, и выставим его на воззрение, наверное, в сети интернет для обсуждения. И начнем сбор средств на его установку. Перспектива установки памятника Полишским иконописцам, к сожалению, не близкая. Но Полишане надеются и верят, что общими усилиями притворят замечательную идею в жизнь.